всем привет с вами юра вы смотрите geek media и сегодня вас ждет очередной выпуск настольных новостей а я напомню что все наши новостные выпуски проходят при поддержке группы барахолка настольных игр вконтакте где вы можете купить новые или поддержанные игры по ценам которые вам будут интересны или продать то что вам уже не нужно или накопилось на ваших полках и занимает место для того чтобы освободить для новых игр и по хорошей традиции мы начнем с новостей кикстартера первая игра которая интересовала меня на этой неделе на кикстартере называется тортуга 2199 и отличительно то что эта игра от российских авторов а на кикстартер и и отправила лавка игр это настольная игра дэкбилдинг в котором вам предстоит стать космическими пиратами и бороздить просторы вселенной в поисках славы и богатства персонажи в игре обозначены миниатюрками космических кораблей как это сейчас очень популярно этот дэкбилдинг не просто карты а он идет с игровым полем это будет двуслойный картон со специальными пазами и вырезами и в этой игре есть фишка в отличие от многих других дэкбилдеров в этой игре у вас будет прямой конфликт друг с другом игроки смогут атаковать корабли друг друга нападать и за это получать победные очки или отбирать их у оппонента на кикстартере бесплатно предоставляют дополнение к этой игре мы с ребятами поставили на 2020 год себе цель добрать до конца года 30 тысяч подписчиков если вы все еще не подписан наш канал подпишитесь на него для того чтобы помочь нам это сделать а если вы уже подписан наш канал расскажите ним друзьям может быть он им тоже будет интересен тематика покорения марса не оставляет умы разработчиков настольных игр и на этой платформе появилась еще одна игра про организацию колонии на красной планете игра называется migration mars race to build the first human city on mars это игра гонка на постройку первого человеческого города на марсе все как обычно мы добываем ресурсы строим колонию но также будем исследовать руины древних цивилизаций для того чтобы получить возможность строить уникальные здания если вы помните для игры покорение марса выходил специальный апгрейд пак где вы могли взять вместо обычных скучных картонных шестигранников поля специальные здания пластиковые объемные так вот в данной игре такие тайлы уже входят в базовую коробку также на кикстартер вышел идейный продолжатель игры войны ктулху от того самого маэстро сэнди питерсона игра называется глоранта война богов она вышла на кикстартер со своим вторым тиражом и новыми дополнениями огромная коробка огромные миниатюры асинетричной фракции все как мы любим у сэнди питерсона у меня есть эта игра и ближайшее время обязательно пробуем и я вам расскажу про впечатление от нее а самый массовый настольный игровой кикстартер этой недели эта игра которая называется here to slay эта игра оформлена в стилистике игры of stable unicorns и это соревновательная приключенческая игра с ролевыми элементами разумеется пользователи кикстартера не смогли в очередной раз обойти эти милые иллюстрации и она собрала уже около миллиона долларов в игре вы собираете партию приключенцев отправляйте совместное приключение и игра это соревновательная поэтому в рамках своей самой партии вам придется делать подставы своим друзьям тыкать в них кинжалами отбирать мне богатство и убивать монстров первыми самый дешевый вариант поддержки этого кикстарта всего 25 баксов а доставка в россию всего 9 кстати если вы пропустили вы новостной выпуск прошлой неделе рекомендую его посмотреть там было очень много интересных новостей а сейчас давайте прервемся чтобы поставить лайк этому видео и перейдем к нашим издательство эврикус выпустит на русском языке настольную игру карточную которая называется super cats супер код у игроков есть пять кошек которых нужно первым превратить в супер котов и это только первая часть игры во втором раунде то есть во второй части игры главный супер код то есть тот кто первым сделать своих котами котов супер котами будет сражаться с грозным робопсом за которого будут играть другие игроки хобби world выпустят на русском языке игру аму в этой игре игроки выступает в роли торговцев которые борются за очки престижа то кто после девяти раундов окажется самым успешным будет победителем в игре в игре интересная механика разбора карт сначала игроки будут с руки сбрасывать в общий пул по одной карте а потом разбирать из них обратно кому что достанется включайте карты которые были сыграны до этого иллюстрации в игре кстати тоже очень симпатичные также хобби world выпустит одноразовый настольный детектив который называется незавершенные дела холмса для этой игры вам понадобится приложение а также постоянный доступ к интернету а вот gaga games сделала необычный и очень неожиданный анонс она выпустит на русском языке дуэльный варгейм который называется undaunted normandy вообще это игра похоже на дэкбилдинг но не совсем дэкбилдинг скорее в ней придется вам избавляться от карт и если кратко то карты ваш руки будут вашими солдатами разыграв карту с конкретным солдатом вы сможете выполнить одно из нескольких действий которые в свою очередь зависит от того какого солдата вы сыграли на этой неделе я отправлюсь на выставку в нюрнберг и там будет очень много интересных новостей я надеюсь что смогу вам показать игр которые вы еще не видели и которые станут новинками эсона в этом году мы сможем уже посмотрите как и в прошлом году заранее и конечно же некоторые из них все были даже не анонсированы и первыми вы увидите их на гиг меди и не только на русском языке но может быть и вообще в принципе в интернете на этой неделе мне удалось поиграть почти 10 новых настолок и среди них была игра которая была в прошлом году названа игрой года она оставила меня в смешанных чувствах игра крылья с одной стороны показалась мне очень очень скучной мне показалось что в ней очень много спорных формулировок на картах и в ней в принципе нет ничего нового в процессе но при всем при этом мне хочется дать еще один шанс так вот а игрой недели для меня стала paladins of the west kingdom это такая компактная коробка с евро игрой продолжателем серии архитекторов западного королевства у нее конечно же оригинальные иллюстрации от того же михаил дмитриевский и оригинальная механика выставления рабочих она конечно не настолько оригинально как было в предыдущих играх и очень сильно будет напоминать вам орлеан вообще в принципе по своему игровому процессу но более многообразный более красивый и с большим количеством тактик короче игра недели для меня на в этот раз была paladins of the west kingdom а с вами был юра и вы смотрели новости на гек медиа всем пока